привет же ребятушки и сегодня у нас премьерка я прямо как в роддоме доктор что у меня у вас премьерка поздравляю и на этот раз это первый релиз премьер клуба 2023 года и это пасафина по имени кансье сейчас мы его откроем и я вам конкретно все про него расскажу и это наверное будет последнее участие этого ножика в видео потому что я решила перемешать им лекарства за отсутствием ложки и он решил поменять цвет на черный окислился но все мы знаем что окисление не существует и в него просто вселился демон так обожаю эти коробки и вот он полюбуйтесь на этот прекрасный дизигн обожаю эти коробочки до прямом смысле на самом деле я действительно люблю несмотря на то что они не защищают никак модель вообще вот он наш красавчик боже классная коробка слушайте посмотрите на это вау обычно знаете этих лошадей тут изображают где-то в углу прям но здесь они его изобразили таким огромным мне действительно нравится эта коробка итак посмотрим конечно же для начала на саму коробку эту лицевую часть вы уже видели и видите с торцов у нас есть консион консион простите за мой акцент я никогда не учила испанский здесь он же только с другого ракурса с этой стороны абсолютно точно такая же картинка просто точь-в-точь а сзади у нас как обычно история его создания и собственно чуть-чуть про эту модельку тут у нас есть портрет скульптора есть его мастера модели кажется это 3d черт я думала я надеялась точнее а не думала что он создан в традиционной технике но нет это тоже 3d и здесь его скетч очень кстати красивый мне нравится что ж коробку посмотрели а хотя никто не посмотрели посмотрите на нижнюю часть она самая мне кажется интересная информативная здесь эту часть вы уже видели тут просто консион красивый такой берег моря или океана что там испании я не знаю боже мои знания в географии за 21 год просто нулевые и так начинаем открывать где ножик 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 по моему услышал что больше сниматься не будет и просто суе цинуться я надеюсь меня не забанит youtube за это слово потому что я знаю youtube если что это видео не для детей и так все я вскрыла концы лона и тут у нас как обычно все клубнично пупырка бесполезная абсолютно которая ничего не защищает если вы помните видео с констанцией то там тоже была почему-то кусок пупырки который просто валялся рандомно себе сверху или снизу не помню и так достаем самого консиона консиона короче он просто бублик я его называю бублик потому что мне сложно произносить это и он будет короче бублик потому что он похож на бублик и это типичный для премьер клуба мешочек он вот такой вот не знаю чего он сделан он очень приятненький такой на ощупь кстати мне кажется он какой-то менее приятный чем мешочки прошлых годов возможно они даже здесь успели удешевить производство кто знает здесь золотая вышивка брейд но естественно это не золото какая-то ерунда копеечная но выглядит дорого богато и вот такой вот красивый зеленый бант мне нравится сзади ничего нет просто мятая материя это мы отложим и обычно в коробке есть еще кое-что больше ничего еще кусок бесполезной пленки которая ничего не защищает и и так все больше ничего как вы видите нет пусто абсолютно фокусов не будет сегодня никаких коробку нафиг нет мы ее поставим для фона бирочка держи и это у нас сертификат и он доказывает то что это не кастом какой-то а аутентичная модель от breyer точнее офф сзади есть еще информация но как обычно я эти сертификатики не открываю но возможно сегодня я его наконец открою это будет первый раз когда я открою сертификат запомните этот день истории сейчас мы на него посмотрим он открывается он открывается ребята я не знала я думаю это тупо карточка и так он выглядит вот так вот сзади ерунда какая-то вот такая вот штука написано animal creations короче понятно и внутри внутри имеем золотую надпись консьем нет она не переворачивается вот так вот она выглядит на досуге можете почитать красивая штука кстати теперь я буду открывать эти сертификаты я не знала что они такие красивые слушайте так уберем и где вообще модель я за все это время пока разбрасывалась коробками тупо потеряла модель вот она наконец-то откроем кстати интересный факт на самом деле он действительно интересный брейер каждые два года дает на одну из трех моделей в премьер-клубе выбор покупателям хотят они ее в глоссе или мате и вы перед покупкой за несколько месяцев можете выбрать какой финиш вы хотите и на кансьона этот выбор тоже был вы тоже могли выбрать для него либо глянцевый либо матовый лак и я выбрала матовые потому что я все-таки занимаюсь фотографии и как бы глянцевых моделей темных их очень сложно фотографировать поэтому как бы мне глянцевый не нравился но все-таки я остановилась на матовом нет мне снова нужен ножик извини давай твой прощальный концерт сегодня будет длиннее чем обычно хотя я думаю он рад наоборот потому что в следующий раз может будет уже другой прости и кстати за все это время даже не дала ножику или давайте его будут звать пабло прощай пабло возможно ты мне сегодня больше не понадобишь итак откроем так момент истины когда я первый раз вижу его куча пупырки не та сторона сори вот он интересно так стоит вау он так стоит посмотрите он похож на вяленую черешню в пакете из ближайшего супермаркета боже он сверху такой жирненький мне прям нравится сейчас я открою посмотрите о скотч как я тебя обожаю пакетик нафиг тогда я уже вижу его прекрасный загорелый цвет каким автозагаром ты пользуешься а только не говори что это у тебя от природы такой цвет я находил в солярий я обожаю эти моменты хвостик и конечно же голова морда точнее тада любуйтесь на нового моего полка жителя кэнсио или коротко бублик слушайте он живую такой красивый это капец и я вам серьезно говорю вот на камере я сейчас смотрю это вообще не то он живую просто просто вау это произведение искусства это просто в лувр поставить что ж в общем вы уже знаете что это пасафина да и греневой масти и греневой масти здесь очень очень красивая мне она прям очень понравилась обычно я не люблю масти у которых большой контраст гривы и основного цвета но но здесь они очень хорошо это сделали я вам показала кстати пока что только вот эту его парадную сторону потом расскажу почему потому что другая сторона у него не очень это не шутка кстати на мне действительно не очень нравится давайте сделаем как-то вот так чтобы было его лучше видно и как я уже и сказала в живую у него очень сочный прям такой глубокий рыжий цвет основной его масти это просто не передать словами и кроме этого вы можете увидеть эти прекрасные яблоки они такие знаете и не очень заметные но в то же время довольно яркие и четкие то есть я не знаю как соединить эти два понятия но они именно такие какие на настоящих лошадях то есть знаете на настоящих лошадях яблоки можно увидеть только там при дневном свете да когда на них падает прям солнечные лучи и тогда на них их хорошо видно и например как я люблю яблоки на занятие да то есть там без света она вообще кажется какой-то вороной а вот выходишь на солнце и она прям играет и с канционом канционом бубликом тоже самая история поэтому мне очень действительно нравятся эти яблоки посмотрите на с этой стороны мы посмотрели его мордочку посмотрим позже давайте его перевернем посмотрим с фронтальной стороны я вам сразу скажу что мне здесь не нравится не будем с этим медлить так скажу посмотрите на угол кости я вот смотрела на него с этой стороны всегда думала что же здесь не так и наконец-то недавно поняла ноги они прямые если вы посмотрите на фронтальное изображение лошадей то тем более их скелета кстати то вы поймете что у них кости они имеют свою такую своеобразную здесь форму то есть они изгибаются и идут немножко под углом а здесь мы видим что эти кости как будто прямые как палки из-за этого нам фронтальный вид кажется таким немножко странненьким потому что на самом деле он не совсем правильный я конечно посмотрела и внимательно изучила как выглядит вообще форма костей передних ног у пасофина и да у них там кости все-таки более прямые нежели у других пород но не настолько прямая слепили уже как слепили можете просто не смотреть на него с этой стороны и так другая сторона левая кстати мне на нравится потому что у меня гривы довольно темная некоторые есть варианты кансьона у которых прям очень светлая грива и хвост а у меня очень темная грива и хвост слушайте мне нравится мне прям очень нравится вариации которая мне попалась много шейдинга что на хвосте что на гриве. Я прям так рада сейчас расплачусь. Хороший маскинг, кстати, видите? Особо размазываний нет. Мне нравится. Но на хвосте их особо не бывает, поэтому к хвосту придирок нету. А вот на гриве... На гриве они могли налажать, но не налажали. И давайте посмотрим на его жопочку. Ну, жопка как жопка на самом деле. Хвост... Не всем нравится репиться хвоста. Видите, тут нет какого-то плавного перехода. Оно так. Пытались как-то сделать волоски, но они какие-то очень топорные получились у них. Ну, знаете, они пытались. Они хотя бы пытались. Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь, как говорится. У них не особо вышло, но я вижу, что они не забили хотя бы на это. Что ж, посмотрели с этих сторон на консьона, и сейчас я покажу, насколько он жирненький. Смотрите! Смотрите на эту тушу! Я так люблю, когда они вспоминают про то, что не все кони селедки, и делают немножко жирочка у них на бедрах и на животе. Это так мило просто. Я не могу. Он очень классный. Он действительно бублик. Прям такой толстенький, поджаренный бубличек. Итак, давайте посмотрим на него поближе, а конкретно на его морду. Итак, вот его няшка-мордашка. Она довольно спокойная, не выражает особо никаких эмоций. Очень нейтральная. Мне это даже нравится, потому что в последнее время Брэйр любит очень динамичных лошадей. А вот таких спокойных и размеренных лиц я не видела уже давно. И он смотрится в анфас вот так вот. Мне кажется, у него немножко глаза поехали. А у него этот немножко выше кажется, чем этот. Немного уплыл, по-моему. У него есть небольшой шовчик, который виден на морде. Видите, вот здесь вот. И у него на макушке сверху вот тут. Это не симсплит, как говорят. Это не шов расходится. Это у всех кансьонов, так? Почему-то. Не знаю, вот плохо тут затёрт шов и здесь. Возможно, некоторых это напугает, но в данной модели это в порядке вещей. Видите, у него тут есть такое розоватенькое чуть-чуть. Вживую видно лучше. На камере, как всегда, оно какое-то белое. И с этой стороны мордаха выглядит вот так. С той стороны мне он почему-то нравится всё же больше. Не знаю, вот у него какая-то левая сторона, она неудачная немножко. Не то, что я прям серьёзно-то говорю. Он мне полностью нравится. Он прям шикарный конь, но всё же та сторона выигрывает. Он тут как будто пропустил кока-колу по скидке в жару 35 градусов и стоит возле прилавка и грустит. Я прям вижу эти эмоции, как хорошо играет. Также у него не просто карие глаза. Видите, у него есть такие маленькие белки по бокам. А вот так вот выглядят его ножки, его копыта. И даже они здесь попытались сделать имитацию полос роста. Получилось, как всегда, не очень. Да, прям обожаю хвалить брейер. И тут у нас есть мэппинг. Видите, масти серенький такой. И на этих ножках тоже. Тоже красивенько всё смотрится. С этой стороны копытца выглядит вот так. Вот одно тёмное там, где нет носка. С этих сторон копыта вот такие. А на тёмном тоже есть полосы, едва заметные. Вот тоже две. Почему-то их две. Вообще их должно быть больше. И обычно их хорошо видно только при ламините. Поэтому я надеюсь, что бублик не болен. И это у них просто такой дизайн. Хвост выглядит вот так. Немножко мультяшно. Я согласна с вами. Такая очень стилизованная у него поза. Но и тем не менее, знаете, когда лошади взмахивают хвостами, то они у них временами прямо очень живописно выглядят. И я думаю, они пытались, точнее скульптор пытался словить здесь именно это движение. Полностью соглашусь с вами, что, наверное, вот эти пряди должны быть чуть тоньше. Но когда отливаешь коня, то часто тонкие части не проливаются или просто их отливка идёт как-то не по плану. Поэтому им, наверное, пришлось их немного вот так вот утолщить. Не могу за это корить брейер. Уж лучше пусть хвост выглядит немного толще, чем должен, чем будет какой-то скучной формы. Вот, согласитесь, здесь со мной. И вот он выглядит вот так вот сзади. Тоже виден небольшой шовчик здесь, но ничего страшного, он не очень заметен. И с этой стороны вот так вот. Очень красивый. Мне нравится, честно. И если близко посмотреть на его гриву, то вы видите, насколько она всё-таки хорошая для игреневой масти. То есть я рада, что они её не сделали просто какой-то светло-жёлтой. И с этой стороны тоже вот такие приятные, красивые яблочки. Забыла вам показать основное. Его пузико. Пузико-карбузико. Вот оно такое. Не очень хорошо затёрт шёл. Прям вообще не очень хорошо. Посмотрите. Это что такое? Это просто какой-то капец. Сюда можно, наверное, всунуть не то, что палец. Сюда можно всунуть монетку. У меня тут вместо коня копилка тупо. И, естественно, у него есть его причандальчики. Его жеребячие, да, такие. Неплохого размера, я вам хочу сказать. Девочки, присмотритесь. И у него на копыте есть его ВИН-номер серебряным. И больше ничего. Копыта, к сожалению, не проработаны. Видите, нету стрелок, нету ничего. Потому что, ну, а зачем вам на них смотреть, на эти копыта, да? Они же у вас просто будут стоять и больше ничего. Нафига Брейеру лишний раз напрягаться, да? Делать какие-то детали? Скажите, Брейер, вот, я думаю, они солидарны со мной. Зачем переработки, если можно без них? Что ж, надеюсь, вы увидели всё, что хотели бы. А если вдруг я вам что-то забыла показать, то напишите в комментариях, что, чтобы в следующий раз я это учла. Потому что я обычно показываю только то, что лично меня в конях интересует. И понятия не имею, что другим интересно на самом деле. Ну, а мы с Бубликом говорим вам большое-большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И мы ждём вас в следующих видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!